Подразделение лицензионно-разрешительной работы расположено в здании Лесногородского отдела полиции в микрорайоне Гусарская Баллада, улица Акуловская, дом 26. Приемные дни – вторник, четверг и суббота. Хотя все чаще вместо личного приема владельцы гражданского оружия и частные охранные предприятия обращаются сюда через единый портал госуслуг в электронном виде. Для этого необходимо в сети интернет зарегистрироваться на едином портале государственных услуг, где заполнить и направить нам соответствующее заявление и предоставить копии необходимых документов. Обращаю внимание, что заявление должно быть оформлено правильно, заполнены все строки, информация в нем должна быть достоверная. При несоблюдении этих условий сотрудникам ОЛРР может быть вынесен отказ в приеме документов. Инспекторы отдела предупреждают владельцев стволов о необходимости внимательно следить за сроками действия нужных разрешений и лицензий. Если время упущено, то оружие изымается вплоть до полного оформления документов. Когда человек не хочет дальше владеть огнестрелом, он может обратиться в отдел с заявлением о его добровольной сдаче. В настоящее время в Межмуниципальном управлении МВД России Одинцовское по адресу Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 4, производится контрольный отстрел огнестрельного оружия с нарезным стволом по пятницам с 9 до 13 часов. Для отстрела необходимо записаться по телефону 8495-592-4255 или на личном приеме в ОЛРР. Еще одна новость для сотрудников и руководителей частных охранных предприятий. В 2010 году чоповцы массово получали пятилетние удостоверения нового образца. Сейчас подходит срок их продления. Лучше побеспокоиться заранее, чтобы избежать ненужных очередей. Размеры единовременных сборов за предоставление государственной услуги по выдаче удостоверения частного охранника в начале этого года поменялись. Так, оформление удостоверения частного охранника теперь стоит 2000 рублей. Внесение изменений в удостоверение частного охранника – 350 рублей. Оформление дубликата удостоверения частного охранника – 2000 рублей. Продление удостоверения частного охранника – 650 рублей. Также при продлении удостоверения частного охранника взымается единовременный сбор за внесение изменений в удостоверение частного охранника в размере 350 рублей. В общей сложности за продление получается 1000 рублей. Всего предстоит продлить около 1500 удостоверений частного охранника. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.